Ребята, привет! Хочу спросить вас. Когда в последний раз вы создавали что-то не ориентируясь на ожидания близких, клиентов, аудиторий, просто для себя? Я сейчас погрузилась в новый проект. Надеюсь, что скоро смогу вам о нем рассказать. Снова обратилась к книгам о творчестве за вдохновением. И сегодня хочу просто поделиться некоторыми идеями, которые оказались ценными для меня, потому что сейчас многим приходится начинать заново, пересоздавать себя. Первое – это идея необязательного творчества. Я случайно наткнулась на нее в одном эссе, и автор этого эссе утверждает, что для достижения мастерства необходимо помнить, что наш главный клиент, зритель и так далее – это всегда мы сами. И вот эти слова заставили меня задуматься. Я даже поделилась со своим терапевтом, что перестала делать видео для себя. Это превратилось в своего рода обязанность. Проблема в том, что когда творчество начинает ориентироваться на прагматические результаты, то поле для выражения наших творческих возможностей сильно сужается. Мы все надеемся найти работу, которая позволит нам творчески реализовывать себя, но на это вряд ли стоит надеяться, потому что природа любой работы в том, что нам платят за более-менее предсказуемые результаты. Поэтому важно заниматься необязательным творчеством, создавать просто для себя, потому что это дает пространство, чтобы играть, экспериментировать, исследовать какие-то свои скрытые увлечения. И, кстати, терапия для меня – это тоже своеобразная форма необязательного творчества, безопасное пространство, где я могу выражать себя так, как мне нужно в этот момент, не боясь осуждения. И здесь хочу поблагодарить за поддержку сегодняшнего видео МЕТУ. МЕТУ – это онлайн-сервис подбора психотерапевтов для сеансов лично или онлайн. Эксперты сервиса тщательно отбирают специалистов. Лишь 5% кандидатов проходят отбор. Благодаря подробной анкете выбор специалиста максимальный, простой и точный, и также у них есть разные ценовые сегменты. Алгоритм предлагает подборку в соответствии с вашим запросом, и дальше вы уже сами выбираете, кто интуитивно нравится. И МЕТА не стандартизирует процесс. То есть вас сводят с терапевтом в выбранном вами мессенджере, и затем вы договариваетесь, в каком формате и как часто встречаться. Я не раз слышала такие слова. Ну, зачем я пойду? Что нового психолог мне расскажет? Прелесть терапии как раз в том, что она помогает помочь самому себе. Например, мой терапевт никогда не дает ответов, но задает правильные вопросы, через которые я нахожу ответы сама. Для меня это стало базовой частью заботы о себе. И всем, кто не пробовал, я очень советую попробовать. По промокоду Букедами предоставляется скидка 25% на первую сессию. Возможно, поэтому меня так захватил новый проект, хотя я понимаю, что делают не только для себя, но пока там никого нет, я могу экспериментировать и выражать свою давнюю страсть, которая долго оставалась в стороне. Это страсть к материалам, ручной работе. И вот теперь я даю ей выход. При этом неизбежно внутри роятся сомнения в себе, мысли, во что я вообще ввязываюсь, у меня же нет опыта в этой сфере, я ничего не умею. Замечали ли вы, что часто между уверенностью и компетентностью есть дисбаланс? Две крайности. Первая – это когда уверенность перевешивает компетентность, когда человек слеп к своим слабостям. Адам Грант в книге «Подумай еще раз», о которой мы говорили в прошлом видео, называет это синдромом диванного игрока. Интересно, что мы, как правило, переоцениваем себя в сферах, где легко перепутать опыт с компетентностью, например, в вождении, в воспитании. Много лет быть родителем не значит быть в этом экспертом. И наоборот, недооцениваем себя в сферах, где ясно понимаем отсутствие опыта. Например, рисование, создание бизнеса. Другая крайность – это когда, наоборот, компетентность перевешивает уверенность, когда человек слеп к своим сильным сторонам. Злосчастный синдром обманщика. Кстати, в статье, в которой впервые это понятие появилось, использовалось слово «феномен», что более точно передает нормальность и повсеместность этого явления. Обе этих крайности – синдром диванова игрока и синдром обманщика – мешают нам адаптироваться к изменениям. Как найти баланс уверенности? Кран пишет об уверенной скромности, которая значит, что мы уверены в себе, но сомневаемся в своих знаниях и инструментах. Это золотая середина уверенности. Я знаю, что могу реализовать свой проект, но мне нужно многому научиться. При такой установке сомнение превращается в двигатель прогресса. Чтобы учиться, нужна скромность признать, что нам вообще нужно учиться. Есть такое негласное представление, что уверенность приводит к прогрессу. Нужно быть уверенным, чтобы достигать успеха. Жизнь показывает, что, наоборот, уверенность появляется в результате прогресса. с маленькими шажками. И слова, которые я сейчас часто вспоминаю, они уже звучали на канале, но в качестве напоминания хочу еще раз их озвучить. Занимайся тем, что тебе нравится, потому что даже в случае провала окажется, что ты хорошо провел время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok